Я на самом деле специально хочу сейчас быстро рассказать все и потом обсудить с аудиторией, на самом деле, влияет или не влияет, поэтому приняла решение, чтобы как председатель все-таки обобщить то, о чем мы сейчас говорили. На самом деле, вы знаете, этот наш национальный проект, великолепно, что он у нас есть и великолепно, что государство вообще таким образом обратило внимание не только на онкологию, но и на все. У нас 8 проектов, которые очень активно развиваются и на самом деле это здорово, что в медицину стали вкладывать деньги, причем целенаправленно, правильно, как бы уже определено и в общем все это очень хорошо. И, конечно, основная цель это снижение смертности, ну а самое главное это вообще выявление ранних стадий, как можно дольше, чтобы пациенты жили больше 5 лет, то есть увеличить количество пациентов, которые состоят на учете больше 5 лет. Это один из целевых показателей. И как не мы можем это сделать на самом деле? Мы с вами выявлять первые и вторые стадии, наверное, это должно быть скринингом заниматься первичное звено. Смертность это глобальный очень проект, но вот клинические онкологи достаточно серьезно могут, учитывая все наши мощные схемы химиотерапии, абсолютно серьезно, вот я как раз говорю именно об этом разделе проекта. И в рамках федерального проекта за 5 лет планируется достаточно практически триллион рублей, большая часть выделена в федеральный фонд медицинского страхования, большая часть выделенных средств включены в размер тарифа на оплату онкологии, достаточно много денег отдано. И лечение может проводиться как в рамках ОМС, так еще и за счет регионального бюджета. То есть регионам разрешается в онкологию вкладывать какие-то собственные деньги, которые они тоже получают из федерального проекта. Ну вот статистика, если мы говорим в рамках нашего федерального проекта, вот смотрите, у нас идет падение заболеваемости, и вы знаете, с чем это связано, да, на 13,2, потому что у нас был ковид. И, соответственно, эти больные не потому, что они перестали болеть, потому что они не дошли. И, господа клинические онкологи, мы должны их с вами ждать у себя, потому что они придут в запущенных стадиях и, соответственно, будут требовать системной терапии. Поэтому, на самом деле, падение заболеваемости – это не очень хороший признак того, что мы будем иметь в 2022 году. 2021 год еще пока у нас не оценен. Первая и вторая стадии, кстати, целевой показатель 63%, мы пока в 2020 году, если учитывая, как мы его снижаем, соответственно, в 2021 году, мы тоже, скорее всего, ожидаем снижения падения. Доли пациентов с начальными стадиями связаны тоже, скорее всего, с пандемией, что эти больные не дошли. Это тоже наш с вами контингент, потому что уже на полтора процента пациенты, которые придут в местно распространенной или медстатической стадии. Ну, состоящие на учете более пяти лет, и посмотрите, вот здесь произошло увеличение, и на самом деле ожидаемое за 2021 год где-то примерно почти 59% ожидается, целевой показатель 60%. То есть мы с вами продлеваем жизнь пациентов больше пяти лет благодаря интенсивным режимам схемы лекарственной терапии. Потому что если это метастатические раки, которые после какого-то времени прогрессировали, соответственно, с помощью, конечно, хирургов, циторедуктивной операции, мощной лучевой терапии дает возможность увеличить контингент больных, которые стоят на учете более пяти лет. И, в общем-то, мы на сегодняшний день подходим к этому целевому показателю. Ну, и смертность на 100 тысяч населения, вы видите, она у нас падает, и ожидаемое, в принципе, у нас в 2021 году снижение все-таки, ну, целевой показатель у нас 185. В принципе, вот, наверное, состоящий на учете более пяти лет, это одна из задач, наверное, для клинических онкологов. Безусловно, такой достаточно серьезный прогресс фундаментальной онкологии, вы знаете, это использование в адевантной терапии BRAF-ингибиторов увеличивает показатели выживаемости. Регулярное и правильное использование препаратов, которые блокируют HER2-нео при раке молочной железы, вообще меняет природу этого заболевания. Если мы, HER2, положительные опухоли у нас были самые агрессивные, а сейчас они, если правильно лечатся, постепенно вкладываются и вкладываются возможности влечения этого контингента больных, они, по сути, приравниваются к, посмотрите, к лиминальным подтипам. Если больная получает растозума, пертозума, на адеванте двойную блокаду и так далее, прежизиальное опухоли, катсила назначают и так далее. Это все увеличивает показатели выживаемости и увеличивает контингент больных, которые стоят более чем 5 лет на учете. Соответственно, значение IGFR, мы сейчас молекулярно-генетическое исследование, которое введено в рамках ОМС, IGFR это уже стандартный показатель, который на сегодняшний день в рамках ОМС делается. И вы видите, что это, в общем-то, значительно важный предикторный критерий, который увеличивает показатели выживаемости. Гастронисциальные стромальные опухоли, которые, в общем, тоже молекулярно-генетически поставим, назначим препарат, уменьшим опухоль, сделаем циторедукцию совместно с нашими коллегами-хирургами, этот больной тоже будет жить. То есть, на самом деле, такой огромный прогресс, который произошел в клинической онкологии, дает возможность получать потрясающие эффекты у больных, которые, в общем-то, считались инкурабельными. Какие у нас были возможности в 2018 году? Это, кстати, выписка из нашей электронной базы. И посмотрите, у нас очень большое учреждение, самый большой диспансер в стране. Нет у нас диспансеров на 820 коек. Огромное учреждение, огромный поток пациентов. И посмотрите, в 2018 году Афлиберцет получали 12 всего больных. 12. Ну, Биоцезумаб тогда уже появился, биокадовский препарат, и мы могли его там покупать. Бенфлунин 3 человека, ДГА-реликс 14 человек, Донсумаб 27, Пелемумаб 4 человека. На сегодняшний день у нас иммунотерапию получают в учреждении практически около 400 пациентов. И так далее. А посмотрите, таблетированные препараты. Ну, просто смешно. Афлиберцет на весь город получало 7 человек. 7 человек на Санкт-Петербург. То есть, возможности у нас лечить и получать те эффекты, которые я вам показывала, было невозможно. Потому что не было финансирования. И вот 2019 год. Конечно, мы с вами из читающих врачей вообще попали врачей, которые считают. То есть, мы не только. И вот врачи, которые сидят здесь, они и сидят в зале, и которые присоединены, они все, конечно, онлайн, все, конечно, считают в первую очередь. Особенно те, кто работает в рамках УМС. Мы вынуждены это с вами делать. Плохо или это хорошо? Наверное, хорошо, что нам удается считать. Потому что в 2018 году нам не удавалось лечить. Потому что тарифов не было вообще. Ну, на самом деле, я не буду говорить. Да, вот в 2019 году у нас чеки, даже в нашем учреждении, как в углосоточном, так и в дневном стационаре, они повысились достаточно серьезно. И достаточно мы много что смогли сделать. В 2020 году, знаете, в 2019 на нас просто скинулся вот этот вот шторм финансовый. При этом мы не ожидали. И как в блокадном Ленинграде, знаете, человек за кусок хлеба понимал, что это жизнь в 20 граммах хлеба. И когда у человека уже много хлеба, вы знаете, да, что те, кто пережили блокаду, они потом прячут хлеб для того, чтобы, не дай бог, вот будет опять ситуация, когда я не смогу поесть. У нас была та же самая ситуация в 2020 году. Потому что в 2019, пока нам дали деньги и мы раскачались, препараты мы купили вообще и то, покупали и опять лимиты делали. Мы боялись, что на самом деле, а нам говорят, да не переживайте вы, все нормально, тратьте, назначайте лечение. Если показано больному лечение, назначайте, точка. Рекомендация есть, тариф есть. И были прекрасные тарифы. И мы в 2019 году просто увеличили чек, как я вам показала. И огромной такой массой этих чеков мы влились в 2020 год. А в 2020 году оказалось снижение тарифов. И в 2020 году снижение выдачи денег. Их оказалось гораздо меньше. А больные-то пришли к нам, они же лечатся, они же идут этим потоком. И я считаю, что это у всех такое было. То есть мы вошли в 2020 год, здрасте, приехали. Куда девать-то больных, которые и тут еще вдобавок ко всеми тарифы мы получили очень поздно. Я не знаю, как в других регионах. В Петербурге мы их получили в феврале 2020 года. Плановое задание уменьшилось при большом потоке больных. Региональная программа онкологии у нас была проведена на централизованной закупке в город. И не работала до июня 2020 года. Потому что тоже, когда комитет здравоохранения сделал эти закупки на себя, это не так просто эти закупки. Пока определились, пока с клиницистами посоветовались, пока создали список, пока торги. То есть препараты стали принимать в июне в аптеке. А мы же назначили в 2019 году, у нас денег-то было много. У нас была региональная программа и ОМС, и мы купили много таблетированных препаратов. Иригорифеник не 7 человек получали в городе, а уже 150. И эти 150 пришли к нам и сказали, ребята, препаратов в аптеке нет, вы нам давали, вы нам и дайте. А нам уже в рамках тарифа не дали этих денег. Сказали региональная программа, все. Соответственно, достаточно много денег, 280 миллионов потратились на таблетированные препараты. ЦАОПы к тому времени еще пока не заработали. Айстерфонды им дали программу тоже, но они еще не заработали. Ну и в марте еще пандемия COVID-19. То есть на самом деле 2020 год достаточно сложный был, и о наших трудностях знали только мы. Но мало того, в общем-то много денег в 2019 году и в 2020 году все захотели эти деньги получить. И огромное количество, вот у нас в Петербурге, огромное количество учреждений, на сегодняшний день это 52 учреждения или около 50, которые, в общем-то, на сегодняшний день могут выполнять по программе онкология, соответственно, ну, всю медицинскую помощь. Вот так примерно выглядит у нас сейчас схема, да, в нашем городе. Это онкологические специализированные учреждения, это не онкологические учреждения общего профиля, да, у нас. Мариинская больница, например, онкологические там койки. Где-то койки онкологические как экстренные, так и плановые есть. Кроме того, есть у нас коммерческие учреждения, которые располагают очень хорошей базой с точки зрения лучевой терапии, например, ЛДЦ и МИПС, очень хорошие у них возможности лекарственной терапии. Они тоже претендуют на тарифы УМС. Кроме того, федеральные медицинские учреждения, это, ну, так скажем, основа, да, не только методологическая и научная какая-то коррекция наша, но это еще и также клиническая работа. То есть участников очень много и ЦАОПы, как огромное количество. Поэтому, в общем-то, на самом деле в связи с этим была какая-то некая несогласованность данных. Каждый тратит деньги, как он сам видит, это понятно, да, есть какие-то направления. Одни учреждения выполнили тарифное задание за три месяца, а другие недовыполнили, и началось хождение больных из одного учреждения в другой. Не было никакой преемственности между участниками, вот, предоставляющими специализированную помощь. И такая нездоровая была в 2020 году конкуренция за больного. Если раньше, в 2018-2017 году мы этих больных наоборот говорили, ты смотришь больного и понимаешь, что ты ничего назначить не можешь, и ты делал все, чтобы этого больного, ну, куда-то его отправить, то в 2020 году стало все ровно наоборот. Мы стали драться вообще за этих пациентов, потому что, на самом деле, всем надо было выполнять тарифное задание. Это хорошо? Наверное, хорошо. На самом деле это хорошо. И вот, что еще в 2020 году? Мы дали достаточно, ну, не просто мы, это наши коллеги, в Центре амбулаторной помощи, у них есть дневные стационары, и мы какие-то объемы отдали достаточно серьезные. Вот мы, например, практически 3000 больных, 2653 отдали в ЦАОПы, дали объемы всех резингормонов при метастатическом раке предстательной железы. И, кроме того, пациенты, которые получали остеомодифицирующие агенты в 2019 году, а в 2020 году их не стало в тарифах. Ну, за лендроновую кислоту, ладно, тут, как бы, как говорится, проблем нет, небольшая стоимость, и, в общем-то, пусть вы будет так учреждение, но в рамках тарифа общего, вернее, специализированного, как, но Доносумап, это достаточно такая дорогая опция, но она нужна очень многим пациентам. И мы тогда, пока сделали тарифы, попросили, слава богу, тарифная наша комиссия приняла это и дала нам тариф, пусть небольшой, но все-таки в рамках хотя бы себестоимости Доносумапа дали, но, на самом деле, это произошло только где-то в середине года. И средний чек в 2020 году опять вырос, еще выше стал, и мы еще лучше стали лечить. В 2021 году, ну, поздно опять мы получили тарифы, и схемы мы очень поздно получили, и увидели самое ужасное в феврале, что произошло невероятное снижение тарифов в дневном стационаре и в круглосуточном. Ну вот, посмотрите, даже Мария Владимировна показывала соотношение для оплаты лекарственного лечения в 2020 году в рамках круглосуточного стационара и дневного. И вы видите, что по всем тарифным сеткам произошло снижение цен. И если бы мы, посмотрите, у нас очень много схем в рамках особенно дневного стационара, посмотрите, сколько минусов. У нас прям классно было неволумаб с опелемумабом. Вот на это, если смотреть, лечить только неволумабом и опелемумабом. Но мы-то с вами понимаем, что этого делать нельзя, что есть определенные показания к лечению. Но мы понимаем, когда уходит некая невозвратность в размерах 10 миллионов, 15 миллионов, 12, но когда идут вот такие позиции достаточно серьезные, например, пембролизумаб с пиметриксетом, то это достаточно, в общем, такие серьезные минусы, которые, ну, в общем, понятно, что невозможно использовать. И мы посмотрели 2020 год и посчитали, что если мы будем лечить так же, как в 2020 году, то по дневному стационару у нас будет минус 370 миллионов, а по круглосуточному минус 122. То есть если, ведь контингент, он примерно один и тот же ежегодно у каждого учреждения в каждом регионе. И если мы приложили просто трафарет 20 на 21 с нашими экономистами, то сказали, ребят, если вы будете точно так же лечить, тростозумаб упал, все упало, то вы тогда минус 300 миллионов, 320 и минус 120 по круглосуточному стационару. Таким образом, практически полмиллиарда рублей. Минус в возвратности средств. Это очень большие деньги, на самом деле, это не 10 миллионов. Это зарплата, это свет, вода, это развитие учреждения. Это очень большие деньги. И на самом деле у нас и меняется лечение иммунотерапии, и на самом деле у нас меняется КСГ с точки зрения... КСГ меняет вообще даже количество пациентов, которых мы лечим. Какое-то количество мы отдаем в ЦАОПы, потому что у нас невыгоден дневной стационар. Вот посмотрите, у нас дневной стационар 11175 было за 8 месяцев 2020 года, а 2021 года уже 9770. А куда делись 3000 больных? А они розданы, потому что они невыгодны. И это, посмотрите, круглосуточный остался так же. То есть их не перевели в круглосуточный всех. Вот то, что говорила Наталья Петровна. Их перевели так же в дневной стационар. Но они не очень интересны. И вот это вот происходит постоянно, и это меняет некую позицию врачей. Правильно это или неправильно, но так происходит, вот так жизнь. Исключение некоторых опций, то, что говорила Инна Владимировна. Конечно, безусловно, вот Инна Владимировна как раз показывала этот слайд, но вот посмотрите, хорошо это или плохо. У нас был набипоклитоксел, мы назначали набипоклитоксел с гемзаром. И это основная была схема и гемокс. А посмотрите в 2021 году, сколько у нас стало набипоклитоксел с гемзаром интересны. А оказалось, в общем-то, схемы на самом деле практически идентичны. Ну, модифицированы пока не знаем, но модифицированы мы тоже видим ответы хорошие. Соответственно, в общем-то, появился опыт учреждения использовать фалфоренокс для рака поджелудочной железы. Это хорошо или плохо? А я думаю, что это хорошо. Это не так и плохо. Здесь КСГ поменяла возможность использовать опцию, которую мы никогда не использовали. И появился тоже опыт. То есть мы теряем опыт в одном, но мы приобретаем опыт в другом. И эта опция не хуже на самом деле. Поэтому рассматривать КСГ с точки зрения, что вот совсем все плохо, мы это не можем, это не можем, но мы можем другое. Надо просто смотреть, что идентично с точки зрения показателей эффективности лечения. Так же, как и ДОСДЕНС. Ведь мы ДОСДЕНС, я могу вам сказать, если мы посмотрим, 19-й год, мы его вообще не делали. 20-й осторожненько единичным больным. А сейчас у нас в Тарихе мы знаем, что если мы ждем гематологическую токсичность, ну, смотрим, да, по пациентке, мы сразу в Неодиванте ДОСДЕНС, потому что он с колонией стимулирующим фактором в Тарихе есть. Вот сейчас его не будет на 22-й, очень плохо. А на самом деле, когда он был, у нас ДОСДЕНСа, я бы точно вам такие же показала бы графики. Вот столько стало ДОСДЕНСа по сравнению, и появился опыт. И не так страшно. И на самом деле это эффективно. И мы видим эту эффективность. Но я уверена в том, что когда вошел ДОСДЕНС в рекомендации даже русской, это был 19-й год, мало кто использовал ДОСДЕНС. А сейчас это КСГ поменяло наше отношение к лечению. Какая еще проблема? Это снижение тарифа определения препаратов из одной группы таргетной терапии в разные тарифы. Это, конечно, коснулось панитумумаба и цитоксимаба. Ну, цитоксимаб при плоскоклеточном раке головы и шеи, вы видите, получается, что у нас он убыточен как бы, да, в круглосуточном стационаре. Мы выбираем, конечно, схему ДОСДЕНС с токсимабом, да, комбинацию. Потому что мы сразу, у нас, вот я могу вам сказать, мы раньше делали ПФ. И вдруг я делаю обход и все время DC. Я спрашиваю, а почему? У меня ответ. Рештай, хитна, схема одинаковая по эффективности. Они, и появилось много больных, которые, если я посмотрю 19-й год с нашими статистиками, то точно там будет ПФ практически 90%. Сейчас ровно наоборот. Поменяло это? Поменяло отношения, однозначно. Но схемы равные, как бы, да, и даже DC больше эффективности дает, но и токсичности дают больше. Поэтому, ну, выбор, естественно, за схемой. Если мы смотрим, ну, да, понятно, что это увеличивает цитоксимаб, панитомумаб в равной степени увеличивает показатели выживаемости у больных метастатическим колоректальным раком. И, в общем, если мы смотрим КСГ, то посмотрите, цитоксимаб, что в сочетании с фулфоксом, что в монорежиме. Ну, он прям такой хороший по сравнению, видите, да, схемы. Это сколько закупочная стоимость и сколько круглосуточный стационар и дневной стационар. Цитоксимаб. Вот у кого в голову пришло поставить цитоксимаб в круглосуточном стационаре выше отдачи, тем в дневном стационаре. Ведь большая часть пациентов, и Елена Викторовна абсолютно верно говорит, если больной получает цитоксимаб каждые две недели в круглосуточном, мы должны обосновать, почему. Потому что у него должны быть основания. И ведь мы должны относиться к тому, что дневной стационар это не просто пришел, даже то, что это стационар, пусть он дневной, все равно этот больной требует наблюдения. Значит, у него что-то должно быть такое, что мы должны мониторировать его. А уж если мы его положили на койку, то мы должны понимать, почему его кладем на койку, значит, это какая-то еще сопутствующая терапия. И вот эти вот 20, сколько там, 9 или сколько там, 21 тысяча рублей, она как раз и дается на то, что больному, наверное, какую-то будут поддерживающую терапию делать. Поэтому госпитализируя такого больного, чтобы увеличить на 21 рубль, на 21 тысяча рублей возвратность, ну, вообще совершенно, это все равно будет в ноль. Если в дневном стационаре этот больной для дневного стационара, то, конечно, его лучше и в дневном стационаре лечить, потому что вы, если вы его положите в круглосуточном виде, вот такой тариф, разница небольшая, но при этом больной госпитализируется, и, естественно, на койке он заберет у вас те же деньги, и у вас вообще тариф окажется в нулевой ситуации. Ну, и вот колоректальный рак второй линии. У нас есть сейчас фолфирия флиберцепт и фолфирия рамоцирумаб. Хорошая опция, новая, но рамоцирумаб достаточно дорогостоящий препарат. И посмотрите, какие в круглосуточном стационаре у нас в 21 году были тарифы флиберцепт и флиберцепт и рамоцирумаба. Но посмотрите, цена флиберцепта и рамоцирумаба. И посмотрите графики. И в 20 году то же самое. На самом деле, клинические онкологи направляют, вот я то, что у нас ушло из дневного стационара в круглосуточный, в ЦАО, потому что посмотрите, какое произошло в 21 году падение тростозумаба, того же, который мы делаем поддерживающим, достаточно большому количеству пациентов ракомолочной железы. И естественно, эти больные куда отправляются? Ну, вы там делаете по месту жительства. На самом деле, слава богу, что не отменяют, но все-таки назначают. Ну, я хочу закончить уже, как бы, а это вот как раз я хотела показать, что как считаются эти схемы, они группируются в один шаблон, как бы, да. И вот верхняя схема, она дает маржинальность, например, 50%, она в этом же там уровне. А какая-то схема в другом уровне дает 0,73%. И когда все складывается, по большому счету, я могу сказать, когда мы в 2019 году посмотрели возвратность средств вообще всех с кем, не считая, какая была маржинальная, какая не маржинальная, то по дневному стационару в 2019 году это было возвращение где-то около 48%, а по круглосуточному стационару было 45%. В 2020 году это было чуть меньше, 35% в 2020 году был круглодневной стационар, и 33% был круглосуточный стационар. Ну и, конечно, вот смотрите, мы имеем вот такие вот осложнения от нашего интенсивного, от нашего лечения. Конечно, такой пациент должен быть госпитализирован, и он должен быть полечен, и инфлексимаб, и так далее. Но это, конечно, естественно, на сегодняшний день тарифами УМС, ничего не оплачивается. Но эти пациенты, имея эффект почти полного регресса, имеют такую токсичность, и, конечно, такие пациенты должны быть госпитализированы. И вот наш практический опыт в течение трех лет. Конечно, КСГ – это новая форма оплаты онкологической помощи, это непривычно. Многие воспринимают это как какой-то финансовый инструмент руководства к действию. Но врач должен все-таки учитывать медицинские показания к лечению согласно рекомендации. И приоритетный выбор пациента, а не экономические составляющие лечения. При правильном планировании своей деятельности, распределении нагрузки на дневной и круглосуточный стационар и профессиональном выборе схем лекарственной терапии можно проводить абсолютно любое лечение, неважно, выгодно оно или убыточное. На самом деле на круг все равно возврат в ваше учреждение придет. Да, мы в сложной ситуации, да, нам нужно считать. Но на самом деле это все равно рассчитано таким образом, что возврат произойдет в той или иной мере. Необходимо помнить, что в каждом уровне КСГ 50% случаев дороже тарифа, но 50% ниже. Поэтому это нужно понимать. И за счет взаимодействия клиницистов и экономистов можно очень грамотно выстроить работу с учетом интересов как врачей, пациентов, врачей, и учреждения в целом. Ежегодное формирование КСГ у нас происходит с учетом новых научных результатов. И я согласна с коллегами, что нужно очень активно участвовать. Сейчас мы все-таки добились, что Центр экспертизы и качества присылает нам не тарифы, а присылает нам уже КСГ, да, сформированные. Вот в этом году прислали в декабре. Пожалуйста, читайте. Там есть сноска, куда вы отправляете свои какие-то пожелания. Какие-то пожелания все равно доходят. И они все-таки что-то меняют. Поэтому будьте активны. Нам с этим с вами работать целый год. И пациентам получать лечение. С одной стороны, мы должны участвовать. Мы имеем все-таки финансово подкрепленные стандарты. Это очень важно. Мы не имели это ни в 18-м, ни в 17-м. Мы только пилотно несколько у нас регионов работали в рамках КСГ. Все-таки мы имеем тарифы и мы имеем какие-то деньги, которые дают возможность использовать высокоэффективные препараты. Я считаю, что с помощью КСГ возможно не сужение, а расширение показаний к некоторым препаратам, схемам. И, соответственно, это все зависит от того, как мы с вами формируем клинические рекомендации. И если в учреждении выбираются только дешевые или только дорогие схемы, это, конечно, злоупотребление со стороны врачей и повод к усилению контроля. Вообще, учреждения, которые с нами работают уже свыше. Какие особенности КСГ на сегодняшний день меняют наши решения? Неский тариф схемы, не покрывающий затраты учреждения. Но мы должны, наверное, все-таки думать о экономической составляющей, о медицинском результате. Тариф, который не обеспечивает возврат денег учреждению, ну, на самом деле, это тоже для нас должно быть, так скажем, не самым важным. Исключение препаратов или схем из тарифов. Это плохо. Мы не имеем ни опыта, ни наши пациенты не получают высокоэффективное лечение. Исключение терапии сопровождения из тарифов. К сожалению, и на сегодняшний день, я так понимаю, Марк Игоревич вот посмотрел, у нас еще больше исключили поддерживающей терапии. Связано это с тем, что до сих пор не приняты рекомендации по поддерживающей терапии. Потому что рекомендации по поддерживающей терапии есть у Русска. Они не принимаются пока полностью АОРом и Минздравом. И, соответственно, пока их переформатируют на сегодняшний день. Вот сейчас переформатирование происходит как раз. И, возможно, вот после переформатирования примет эти клинреки уже Минздрав. И, соответственно, возможно, будут на это тарифы. И это наше с вами, так скажем, будущее. Ну и выведение, конечно, введение таблетированных схем в условиях дневного стационара, там, где нет региональной годы, для нас, для всех, конечно, это большая сложность. И это меняет наше, ну, так скажем, мышление. Назначить таблетированный препарат и больной будет приходить к нам каждый день за этой таблеткой по закону, да? Или лучше сделать схему раз в три недели химиотерапии и больного призывать один раз в три недели. И иногда мы это делаем. Ну, в нашем регионе этого нет, потому что у нас есть региональные льготы. Но почти что в 60 регионах региональной льготы, к сожалению, нет. И доктора, им приходится выдавать таблетки в рамках дневного стационара своего учреждения. Ну, вот я хочу обратить внимание, что когда мы обращаемся к отделу экспертизы и качества, к центру экспертизы и качества, к центру, который вообще делает эти тарифы, они всегда говорят, нужно клиницистам очень серьезно подходить к клинрекам. Мы забиваем в наши расчеты и в наши машины те клинические рекомендации, которые вы как специалисты даете. И в результате этого мы и считаем. И считают у нас машина, не мы. Поэтому что вы даете, мы то вбиваем в шаблон, и то считается. Поэтому нужно очень серьезно относиться к клиническим рекомендациям и участвовать в их написании. Ну, я благодарю всех своих коллег, которые работают в очень, с одной стороны, легких, с другой стороны, очень тяжелых условиях. И нашего экономиста Наталью Владимировну, которая постоянно, каждую неделю нам выдают, сколько мы, чего делаем и как мы делаем. Она говорит, я не хочу вообще вникать в ваши препараты, какой там у вас пембра, я не знаю. Ну, вот вы наработали эту неделю вот так, делайте, что хотите, у вас тут происходит крен по сравнению с прошлым месяцем. Ну, и, конечно, у нас Михаил Юрьевич, он постоянно нам дает наши статистические такие выработки наши. И, соответственно, мы как-то планируем лечение. Поэтому вот такая работа, я думаю, что она происходит у всех. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...